Привет! С вами Киноман, и это очередной выпуск Dendy Memories, где я делюсь своими самыми сокровенными воспоминаниями о приставке Dendy. И сегодня я буду рассказывать вам о том, что стало для меня, если не символом детства и не символом 90-х, то как минимум символом в кинематографе. И даже не только в кинематографе, а в том вообще, что предопределило не только мои вкусы в кино, не только мои первые увлечения, не только мои первые игры, но вообще сформировало всё моё детство ориентированным именно на конкретного героя, и сравнивая абсолютно всё именно с этим героем. И в том числе я буду рассказывать об игре, которая была сделана по мотивам фильма об этом самом герое, о герое, который стал самым значимым, самым неповторимым, ну просто трудно подобрать слова, чтобы описать его, и я скажу прямо. Я буду рассказывать об игре, сделанной по величайшему фильму Джеймса Кэмерона «Терминатор 2». Несомненно, именно под этим словом прошло наше с вами детство, прошли наши девяностые. Это был не просто самый любимый, самый охренительный и без сомнения самый обсуждаемый фильм целого десятилетия, но я уверен, что для нашей страны, для России, абсолютно точно «Терминатор» был ничуть не менее любим и обсуждаем, чем во всём остальном мире. Но, чтобы вы окончательно поняли мою мысль, и чем именно являлся для России тогда «Терминатор», я могу сказать следующее, что во всей стране в середине 90-х по-любому, абсолютно точно, не было бы такого города, численно из которого было бы, как минимум, не меньше 50 тысяч человек, не было бы такого города, в котором бы не было хотя бы одного такого дома, в котором хотя бы в одной квартире не стоял холодильник сверху донизу, обклеенный наклейками жвачки «Терминатор». Абсолютно точно, хотя бы в одном городе, где бы то ни было, хоть на Камчатке, хоть в Калининграде, но по-любому, хотя бы где-нибудь, хотя бы одна наклейка из этой жвачки была наклеена на холодильник, это по-любому, потому что «Терминатор 2» это была самая-самая раскупаемая жвачка у нас в 90-х годах, не столько из-за самой жвачки, сколько из-за наклеек, из которых могли собрать целую колец, но для меня это, конечно, безусловно, это было моё самое первое увлечение, это была самая первая поставленная в жизни цель – собрать все 49 наклеек «Терминатора», но я даже не хочу думать о том, что мы думали, что их 50, но об этом как-нибудь в другой раз. Так вот, в «Терминатора» играли всеми дворами, мы играли в основном у меня дома, с моими друзьями, мы надевали чёрные очки, мы брали пистолет и говорили «Аста, ловись, да, бэби», и так далее. «Терминатор» – это было наше всё, это, безусловно, абсолютно точно наше всё, но «Дэнди», как вы знаете, тоже было наше всё, а игра про «Терминатора» на «Дэнди» не так часто нам и попадалось. И когда у меня впервые появилась «Дэнди», когда я начал играть в первые игры, я не подозревал, что на «Дэнди» есть игра по первому, уж не более по второму фильму. По первому фильму я вообще думал, что игры на «Дэнди» нет, я узнал это уже много позже, когда появился интернет, а приставка не попадалась мне иногда. А вот в игру «Терминатор 2» впервые мне довелось поиграть или в 95-м, или в 96-м году, когда я познакомился с Илюхой, которого уже все прекрасно знаете. Я помню, что я… это было, по-моему, или лето, или конец весны, и я вернулся из деревни, мы ездили в деревню на выходных, вы не знаете. В один из дней моего возвращения я встретил его в подъезде, и он держал в руках примерно вот такой вот картридж. Фиолетового цвета, двухигровка, на которой одной из игр была игра «Терминатор 2». Здесь вы видите, что вторая игра «Поверплейд 2», но на том, по-моему, на том картридже не было игры «Поверплейд», потому что она мне вообще не запомнилась, абсолютно. Я ее не видел на картридже до тех пор, пока не поиграл в нее на компьютере. Так вот, что было со мной тогда? Илья прекрасно сдал мое увлечение «Терминатор», и он знал, что «Терминатор» это… Я вот тысячу раз у себя дома заставлял наряжаться в «Терминатор» и говорить о столовисте «Бэйби», говорить «Я пришел из будущего, Джон, ты послал меня через 45 лет и так далее». Ему, как никому другому это было известно, и вот когда он показал мне на картридже, что у него есть в картридже «Терминатор 2», я вот так, знаете, «Илья, пошли ко мне, мы сейчас будем играть!» Мы пошли ко мне домой, и как раз папик погнал машину в гараж, нам никто не мешал, мы засели за огромным фотоном, врубили игру «Терминатор 2», и я даже боялся в руки Джойстин взять, вы знаете, «Илья играл», я говорю, «Илья, играй, 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 я хотя бы посмотрю», потому что мне уже этого было, это уже было просто охренеть, это была исполнившаяся мечта, представляете? «Терминатор», самая величайшая вещь в мире на «Дэнди», о боже, и так далее. Вот в таком примерно настроении я сидел перед телевизором, и я тогда все-таки пару раз взял его в гости, в руки, но в первую очередь играл он, потому что он без сомнения играл лучше меня, и я помню, что в тот вечер примерно за минут 40 нам максимум, что удалось, это дойти до второго уровня. Вообще, игра «Терминатор 2», она была выпущена в 1992 году компанией «Клейм», это всем прекрасно известно, она сделана по второму фильму, но если сравнивать её с фильмом, а я сразу начал сравнивать её с фильмом, я даже не подозревал, что вот именно такой может быть игра сделана по фильму «Терминатор», я был уверен, что в этой игре должен был быть бессмертный инфибар, которому абсолютно плевать, что у него стреляют, с огромным пулемётом, который он будет крошить в мясо абсолютно всех, и он будет бежать через уровень, и ему никто абсолютно ничего не сможет сделать до самого конца, я ошибался. На втором уровне нас постоянно давил грузовик, вообще удивительный прикол в том, что когда «Терминатор» проезжает через перегоровки, грузовик всё равно следует за ним, то есть он сносит эти перегоровки, ему абсолютно пофиг, но тогда нас это нисколечко не волновало. Так вот, весь первый уровень «Терминатор» бегал и дрался в рукопашную, что уже было как-то немного странновато. Во втором уровне он сел на мотоцикл, и это просто снесло башню. Но после этого начались уже такие сложности, потому что постоянно вас то занесёт в машину, то вы не успеете выстрелить эту перегородку, вас задают грузовик, то ещё что-нибудь. В общем, нам зате отведённый нам 40 минут времени, так мне удалось дойти дальше. И когда я эту игру забрал, я очень долго её после этого не видел. Вообще, насколько мне известно, это был его картридж, он мне рассказывал, что у него был картридж двухыгробка «Терминатор 2» и «Power Blade 2», но мне он этот картридж почему-то и не показывал, или не давал, или может он кому-то поменял. Но дело в том, что игры «Power Blade 2» я вообще не видел. А когда я приходил к нему, мы никогда не играли в «Терминатор 2» на «Дэнди», я не знаю почему. Вообще, на «Дэнди» у «Эли» мы играли не часто, и чаще всего играли в «Тейнеры», которые я брал у своих друзей. Но, понимаете, в чём вообще такая, как бы это сказать, почему я, как истинный фан «Терминатора 2», первым делом вы спросите, почему я не проходил игру «Терминатор 2» на «Дэнди» в те времена? Почему я за ней не сидел? Понимаете? Эта игра из столь категорий, вообще игры для меня делятся как бы на две категории. В одни игры ты играешь с удовольствием и без особых проблем, получая огромное удовольствие от самой игры. А есть игры, которые ты как будто побаиваешься, они то ли чем-то отпугивают, они как будто говорят тебе, что, братан, ты меня не пройдёшь, это очень сложно. Или они давят на тебя каким-то таким напряжением, и ты просто… Есть игры, в которые ты ходишь, и ты абсолютно уверен, что ты дойдёшь из точки А до точки Б, и тебя никто не убьёт. А есть игры, в которые на протяжении всего пути из точки А, точки Б, ты не можешь быть абсолютно уверен, что что-нибудь где-нибудь не произойдёт, и вся игра твоя пойдёт под откос. И вот Терминатор 2 был как раз именно такой игрой, где я мог слить абсолютно в любом месте, и на первом уровне, и на втором, и на третьем, и на четвёртом. Вообще вся игра основана на том, что вы уклоняетесь от выстрелов вражеских солдат. Ну для нас все, для меня все были солдаты. И я не знал просто как это всё пройти. В любой момент игра начинала на меня, знаете, как будто она начинала на меня давить. Я не знаю, может быть она, она мало того, что казалась тяжело проходимой, я не могу сказать, что она была сложная, сейчас я прекрасно понимаю, что она сложная. Но мне она казалась тяжело проходимой, я не мог заставить себя за неё сесть. Она давила какой-то такой, вгоняла в такое напряжение, вы знаете, я не знаю. Может быть это из-за музыки. Вот только спустя время я понял, что именно благодаря вот такой вот музыке в игре, которой по сути музыка это трудно назвать. Но именно она передаёт то напряжение, которое ты испытывал в фильме. Но мне это напряжение почему-то показалось не в радость. И поэтому в те времена я как-то вообще за этой игрой практически не сидел. Но шли время, шло время, шли годы. И когда был уже на дворе 1999 или может даже уже 2000-х год, у Ильи по-моему или окончательно, или почти окончательно накрылась приставка, но так или иначе он однажды отдал мне абсолютно все картриджи над Инди, которые у него были. А поскольку и вместе с игрой Терминатор 2, он мне отдал, это уже был не картридж, это была маленькая платка с двухигровкой, на котором была игра Терминатор 2 и ещё какая-то игра, я не помню какая, но это не важно. В общем, он отдал мне тогда к типу своих плат, несколько кат уже в корпусах, и вот среди них была игра Терминатор 2. И когда он мне их отдал, я как-то вдруг про неё вспомнил, она вообще до этого ни у кого не попадалась, вы знаете. Вот, я вдруг вспомнил, оба на, Терминатор 2, а ты помнишь, как мы однажды сели, не прошли? Он такой, да, да, да. Я говорю, а ты проходил? Он говорит, да, я проходил, и не один раз. Я говорю, Илья, ну ты должен, потому что я ни разу не видел останки, ну пройди мне эту игру. Потому что сам, я же её сам не пройду. Ну, просто я обожал, я обожал смотреть, как он играет в игры. Это для меня было всё равно, что смотреть какой-нибудь любимый фильм. Илья садится за приставку и играет, проходит какую-нибудь игру. Я практически уверен, что он её пройдёт. Ну, этот самый момент с Батлтотсом не в счёт, да. Вот. И когда я вот всё-таки говорил, я говорю, Илья, ну пройди. И он сел. Мы сели вот на этой кухне ровно или двенадцать, или тринадцать лет назад. Скоро всего, двух тысяч. Наверное, двенадцать лет назад. Это был ещё маленький телевизор электроника, чёрно-белый, такой серенький. На нём мы настроили Дэнди. Она стояла у меня на табуретке. И он сидел и проходил Терминатор 2. Он проходил Терминатор 2. И он её прошёл. Я не помню, сколько ему понадобилось на это попыток, но вроде бы без особого труда. Вот. И тогда я впервые увидел вот эту финальную заставку, которая в конце. Которая полностью повторяет фильм. И я тогда успокоился. Думал, ну нифига себе Терминатор был. Вот там какая заставка, ё-моё. А игра-то, блин, ну игра-то сложнявая. Ну, кто бы что ни говорил. Ну, на каждом уровне вас парят со всех сторон. Вы только прыгайте, как Сайгар по всему уровню. Потому что вы не успеваете всех расстреливать по коленкам. А ведь надо всех расстреливать по коленкам. Иначе вам... Я не помню. По-моему, там оружие не дают. Если, типа, не расстреливать. Вы расстреливаете всех по коленкам. Кого-то не попадаете. Вы начинаете нервничать. У нас не хватает времени. Потом появляется этот жуткий металл. И он начинает вас гасить. Вы убегаете. Вам не хватает энергии. Жизни сливаются. И ни разу оканчиваются. Вот так это обычно у меня и было. Но и я прошёл её в тот день. И я оказался очень доволен тем, что он её прошёл. Вот. И после этого, когда я уже увидел заставку. Я думал, что, блин, ну надо бы и мне. Надо попробовать. Ну как это так? Я ж обожаю терминатора. Но я должен хотя бы попытаться. Я должен пытаться. И я пытался. Я пытался много раз. И чаще всего я проигрывал. Или на втором уровне меня давил грузовик. Просто не успел где-нибудь вывернуть. И всё. И жизнь потратил. И они заканчиваются. Либо я проигрывал на последнем уровне. Мне даже удавалось дойти до последнего уровня. Но ты падаешь в яму. Жизнь заканчивается. Континьев. По-моему, континьев не было. Честно говоря, не помню. Но помню, что на этом моменте я обычно всегда заканчивал играть. И что делать? И вот не смог я пройти тогда последний уровень. Я опять на неё забил. А время опять же так и шло. И был на дворе уже в 2003 год. У меня появился комп. У меня появился интернет. Я тогда узнал нафиг, что есть на Денди игра Терминатор 1. Я нашёл её на эмуле. И тогда вышел фильм Терминатор 3. И тогда я впервые увидел, спустя нахрен, спустя, наверное, 20 лет, я увидел режиссёрскую версию фильма Терминатор 2. И увидел снова тот самый момент, когда он учится улыбаться, вот так вот лыжется. И когда ему ковыряются в голове, достают этот микропроцессор. Я это видел один раз в детстве. Мне было, наверное, лет 5. Я после этого не видел никогда. И вот именно в тот период, когда просто я загорелся Терминатором. Когда всё сошлось одно к одному. И я нашёл на эмуляторе две игры. Я прошёл с сейвами обе эти игры. И я подумал, блин, Пашка, ну ты должен. Ну ты должен пройти нахрен эту игру на приставке. А мне было уже, извините меня, мне было уже 16 лет. И уже был комп. И уже выиграли в GTA Vice City, всё что угодно. И Терминатор 2, он не давал покоя. Я прошёл игру с сейвами. И я понял, что всё, я должен. Я должен её пройти. И уже, не знаю, чуть я не будучи совершенно летним. Это был уже 2005-й, наверное, год. Или 2006-й. Было уже почти 18 лет. Однажды я собрался. Я собрался. Я сел на кухне. Это был не один день. Не думайте, что я с первого раза её прошёл. Но просто вот эта вот, блин, атмосфера игры. Вот это давление на тебя, когда ты боишься сушиться. Что с любой стороны на тебя выскочат. Начнут тебя стрелять. И ты не знаешь, блин, что тебе делать. Ты теряешься, прыгаешь. Тебе не хватает энергии. Тебе не хватает патронов. Но всё равно, ты скрипля зубы. Но проходишь уровень за уровнем. Ты ставишь все эти четыре... Даже уходи, четыре. Десять бочек на верхнем этаже. Ты взрываешь к чертям этот Сабердайн Систем. И поставишься один последний уровень. Последний шаг. У тебя есть пулемёт. Ты можешь замочить этого чёртова Т-1000. И я прошёл эту игру. Мне удалось пройти эту игру однажды. И тогда я его скинул в этот чан с жидкой лавой. Он сдох. Он расплавился. Я увидел эту заставку и я думаю, всё. Господи, я прошёл. У меня ушло на это десять лет. Вы представляете? На проходение игры. Ну ладно, что я не садился за неё практически всерьёз. На протяжении как минимум восьми или семи лет. Из этой десяти. Но вот тогда я её прошёл и всё. И я успокоился. Слава Богу, всё. И вот на этом вот самом картридже я её впервые и прошёл. Тогда же я проиграл и Power Blade. Тогда же я нашёл картридж с игрой Тренинатора 1. И она мне не покорилась до сих пор. Но это уже совсем другая история, как вы понимаете. И что я могу сказать? По сей день у меня сложное отношение к этой игре. Успокоившись тогда, что я однажды её всё-таки прошёл, я, можно сказать, с того дня ни разу толком в неё больше не играл. И... Она не сложная на самом деле. Но всё равно она как-то продолжает вгонять в какое-то для меня такое неудобное напряжение. Фильм мне нравится больше, чем игра. Но несмотря на это, по-любому, вне всяких сомнений, игра Терминатор 2 на Дэнди это неотъемлемая часть вселенной Терминатора. Это неотъемлемая часть нашего детства. Неотъемлемая часть 90-х. Просто она сочетает в себе самое лучшее, что у нас было. Приставку Дэнди и самый любимый фильм Терминатор 2. Но если сейчас, например, сравнивать, вот, например, мультсериал Черепашка-Ниндзя, да, если он у меня ассоциируется в первую очередь именно с играми на Дэнди и с комиксами, которые у нас выходили, то фильм Терминатор 2 ассоциируется в первую очередь с детством вообще. То есть, как бы, не с чем-то конкретным, а вообще с детством. Потому что именно под Энклидой Терминатора прошли мои 90-е. Именно тогда мы собирали наклейки пачками. Именно тогда мы надевали черные очки, кожаные куртки, наряжались Терминатора, говорили, I'll be back. Именно это все самое неповторимое, что было в те времена. Вот эта вот беззаботная атмосфера 90-х годов, когда можно было представить себя Терминатором и абсолютно плевать на все. Но, несмотря даже на мою огромную любовь к первой части фильма Терминатор, несмотря на мою огромную мечту его когда-нибудь посмотреть, когда я его все-таки посмотрел, несмотря на всю эту радость, все равно фильм Терминатор 2 для меня по-любому все останется фильмом номер один. Так было, так есть и так будет. Спасибо вам огромное за внимание. С вами был Феноман. Это были мои воспоминания об опере Терминатор 2 и о Терминаторе в целом. Играйте в Дэнди, играйте в Дэнди, любите Дэнди. Мы скоро с вами увидимся, потому что я еще вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok